здорово я короче так уж и сложилось что далек мало того что от политики еще и далек от экономики на самом деле я считаю то что это очень плохо что у меня мозги заточены не под это а под черт знает что и может быть если бы я более-менее нормально в этом понимал то жизнь моя сложилась бы совершенно по-другому вот я бы наверное начал свою деятельность с торговлей губками для мытья посуды вот и сейчас был бы таким ну воришем который бы владел парой-тройкой нефтяной башенок неважно я вам что хочу сказать что сейчас короче наверное будут ворчание вот этого старого пердуна который вырос в ссср да да это короче была закрытая страна и прикол был в том что раньше во времена советского союза на любой продукции какая бы ни продавалась вообще в магазинах стояли фиксированные ценники на упаковке будто бумажные там пластинки по продавались по 2 рубля 50 копеек в кино билеты стоили 20 копеек да допустим сковородка короче или магнитофон там короче клише выбивали сколько стоил этот товар почему да скорее всего потому что на правительством этой огромной страны делалось все для того чтобы жить было легче жить было веселее вот такая вот ботва ну что случилось после на союз развалился мы придумали новую страну которая недавно исполнилось 20 лет до мы придумали свою валюту в принципе купюру и когда купюры которой являются одними из самых защищенных мире но а я еще забыл сказать что во времена советского союза короче за 1 рубль давали чуть больше чем 4 доллара вот эти доллары были нахер никому не нужны и у большинства людей того времени когда короче на союз развалился и настала заселять короче экспансия волны вот этих вот дубовых рыночных отношений блин у всех была одна мысль как бы хорошо если бы у меня сейчас была машина времени да накупил бы я эти вонючие доллары короче за то сейчас жил бы припеваючи и все такое так вот вот допустим в девяносто четвертом году когда эти принципе тенге появились я за 20 тенге мог доехать от абая достык до парка фэмили и плюс еще и с заездом что случилось дальше просто стало тупо все дорожать почему все дорожает я не знаю и объяснение этому я найти не могу с тех времен в принципе цены на все я боюсь ошибаться но выросли в сотни раз вот на самом деле если раньше это было 20 тенге сейчас это 2000 ну или там может быть чуть чуть меньше да я не специалист в этом ну так вот цены поднимаются почему я сообразить не могу и объяснить не могу я прекрасно понимаю что во всем в этом виноваты в первую очередь американцы потом масоны потом короче тамплиеры потом по всей видимости это бабушки которые переходят дорогу в непонятных местах и плюс ко всему я бы еще добавил храпунова ярослава россиенко и дэна стерлинга ну и что получается в итоге я как обыватель вижу одну картину цены на все дорожают да где-то через год после этого поднимают зарплаты потом опять цены взлетают да короче через какое-то время через год опять поднимают зарплаты почему я не понимаю нельзя как-то вот зафиксировать одну цену на товар да допустим надо на один сегмент и зафиксировать зарплата чтобы люди жили как раньше по привычке там все такое блин ну с другой стороны дать им возможность естественно зарабатывать еще со всяких левых дел как-никак мы все-таки при капитализме нынче живем вот а от всей этой погони за большими за за большими зарплатами ведь в принципе и люди то портятся 80 процентов своего времени до рабочего они сидят в интернетах да на каких-то сайтах в поисках всевозможных каких-то скидок каких-то бонусов блин вот и от этих цифр действительно на самом деле в принципе башню сносит не по мелочи причем в одной из моих старых организаций да вот с девчонками ну коллектив был по большому счету женский да ни о чем невозможно было поговорить кроме как вот каких-то вот таких скидочных делах и куда ни плюнь короче нельзя так говорить куда никуда и где бы мы с ними не встретились либо в офисе либо я подхожу там кому-то там под стол ну понятное дело я же мужчина кабель короче скажу иногда ходите под стол вот либо там кушаем вместе сидим либо в кабинет там зашли отдельно все везде у них чоко лайфми чоко лайфми чоко лайфми причем ажиотаж то огромный с этим вот чоко лайфми и меня это просто уже стало раздражать да но учитывая то что они мало того что сами своих подруг своих друзей они еще и своих мужей своих парней подсадили на этот чоко лайфми другого угла кричит стар бургера малые скидка 50 процентов на все меню на напитки тоже чоко лайфми а другая кричит коктюбе скидка 60 процентов на канатку и на вот этот вот самый какого аттракцион принципе я этой ботвы очень сильно боюсь просто боюсь высоты ну 60 процентов это же прикольно чоко лайфми кинотеатр чаплин скидка на все сеансы 50 процентов и тоже чоко лайф а о момент да здорово брачу нормально как сам видеорегистратор ну в принципе нужен не ну ты знаешь что такая тема короче которую сам себе не купишь а лучше бы чтобы кто-то подарил да в смысле со скидкой 51 процент и чё это и и сколько это 4900 бля ты где давай еду ага давай хоп 4900 видеорегистратор чоколайфми мир чоколайфми чоколайфми со своим чоколайфми знаю я прекрасно чоколайфми сам на днем сижу все до свидания